Приветствую вас, и я думаю, я думаю, что ваш текст, он скорее про личную ответственность за то, что вы делаете. Ваш текст про самооценку, ваш текст про потребность в любви, которую вы испытываете. Да, то есть вам хочется любви, вам хочется, не знаю, понимания, вам хочется признания, вам хочется, чтобы вас ценили, вот. Ну, я так думаю, вам этого и хочется, возможно, вам хочется защищённости и стабильности. Вот про это, про это ваш текст, про эти вещи ваш вопрос, всё про это, всё про это. И, знаете, потребность в любви, да, это проявление недрелости личностной. То есть, что значит недрелость, это вот такая детскость в отношении, в отношении к, ну, к другим людям даже. Ну, вот, это такая, ну, такая, такая, знаете, обида, может быть, даже. Это такая, знаете, немного, немного архаичное отношение к себе, да, к себе, к себе самой и, значит, к вашим детям, вот. Я думаю, что это вот об этом, да. Далее. Вот, что касается детей, да, что касается ваших детей, то здесь, конечно, очень важный момент есть, согласно которому, вот вы с мужем в разводе, он вам не помогает, но при этом у вас появляется откуда-то, значит, вторая. Второй ребёнок, третий ребёнок, откуда-то появляется, да. И при этом никаких алиментов вы не взыскиваете. С отца или отцов детей. Понимаете? Вот. Вот. И это на самом деле странно, потому что это говорит о том, что либо вы в себе не уверены сами, как личность, вот. Либо вы не уверены в себе, как женщина, либо вы, ну, просто не привыкли защищаться, у вас нет вот такой защиты, отстаивания своей позиции, своих интересов, понимаете? Вот. Ну и это вот позиция, что, значит, вы зачем-то с мамой снимаете жильё, с сестрёнкой снимаете жильё. Да, то есть, сейчас не совсем понятно, где жила ваша мама и сестра до того, как вы развелись. Да, то есть, ну, совершенно очевидно, что где-то же они, наверное, жили, да. И вот то, что вы, по сути, значит, как бы из женщины, да, из жены превратились в опять маму, сестру, да, и так далее. То есть, в дочь, простите, в дочь, сестру, вот, это вы мамой стали, это, да, это немножко другое. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, эти аспекты, в общем-то, крайне важны. И, собственно, вот детскость ваша, да, она проявляется именно в том, что вы, по сути, по сути, вы даже не задаёте вопрос. А, вот. Значит, вы задаёте, вы не задаёте свой вопрос. Вот. Я полагаю, что нужно сформулировать вам свой вопрос, и, соответственно, тогда уже можно будет давать какие-то рекомендации, а пока вы говорите о таких детских вещах, как доверие и недоверие. Вот. Подумайте, пожалуйста, об этом. Почему, исходя из того, что вы написали, вам рекомендуется работать с самооценкой, с личными границами, с личной ответственностью, опять же, да, с границей, где моя ответственность, где ответственность других. Вот. И, значит, собственно, алименты вам необходимы, да, обретать какую-то самостоятельность, независимость. Вот. Ну и не мешало бы разобрать субъективную сторону, ну, хотя бы того, как вы, вот, родили ещё двух детей. Ну и детско-родительские отношения, конечно, тоже требуется разобрать, потому что всё-таки ваша мама, она, очевидно, такая достаточно властная женщина. Вот. И вполне возможно, что вы такой несколько подавленный ребёнок, да, неадаптивный, неадаптированный к жизни. Вот. С своими комплексами, которые пытаетесь решить через мужчин, через детей, через секс и через семью. Вот. Ну и, соответственно, из этого ничего не получается, и в итоге вы остаётесь одна. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.